Лера, Лера, ты меня слышишь? Не молчи. Лера. Нас обязательно найдут. Лера, умираем. Пожалуйста. Мне страшно. Наталья Дзюбенко. Частный детектив, бывший следователь прокуратуры. Ее цель – установить истину и найти преступника. Евгений Михайлюк. Расследование этого журналиста – всегда сенсация. Вместе они создали агентство журналистских расследований. Агенты справедливости. Все-таки доездился. Кто? Ты о чем? Владимир Богданов погиб в ДТП. Как это произошло? Как обычно. Сел пьяным за руль, не справился с управлением. Въехал в основание билборда. Смерть наступила мгновенно. Страшно представить, каково сейчас отцу. Он в прошлом году жену потерял, а сейчас сына. Я вообще не поняла, как так происходит. Знаменитые родители. Отец – музыкант известный. Мать – сын. Балерина с мировым именем. А сын такой непутевый. Вот все пишут, что Богданов очень переживал потерю матери, а отец, чтобы как-то компенсировать недостаток любви, баловал его. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Извините, что без звонка. Не страшно, к нам не обязательно записываться. Давайте я вам помогу. Спасибо. Присаживайтесь. Спасибо. Меня зовут Наталья, моего коллегу Евгений. Очень приятно. Очень приятно. В общем, мы знаем, кто вы. Вот поэтому и пришли. Рассказывайте, что случилось? У нас пропали девочки, наши дочери. Уже как месяц нет. Им бы 16. Они одноклассницы. Мы сразу обратились в полицию. Но никаких результатов. Мы даже не знаем, что думать. Никаких новостей вообще. Вы знаете, нам кажется, что их не ищут. А в полиции нам сразу так и сказали, что они ушли сами. Мол, девочкам захотелось взрослой жизни. Представляете? Так, давайте все по порядку. Как все произошло? Родители забили тревогу, когда подруги Саша и Лера не вернулись вечером с прогулки. Раньше девочки старались приходить домой вовремя или хотя бы предупреждать родителей, что задержались. В этот раз телефоны девочек были отключены. Алло, Нина, добрый вечер. Екатерина Васильевна, да, добрый вечер. Нет, не у нас. Так, Саша, что же нет? При этом в полиции были уверены. Девушки сами ушли из дома и, скорее всего, не хотят, чтобы их нашли. Сейчас главное не терять голову. Догуляются, деньги закончатся и вернутся домой. Однако родители были уверены, их дочерей похитили. Они в страшной беде и очень нуждаются в помощи. Ведь девочки не взяли с собой никаких вещей. Даже самых любимых. Дорогие украшения, планшеты, ноутбуки. Все осталось на месте. Но похитители не выходили на связь и не требовали выкупа. И родители постепенно теряли надежду на благополучное возвращение дочерей. А какая информация поступала из полиции? Никакой. Они вообще ничего не делают. Мы им перестали доверяться всем. Хорошо. Расскажите нам о девочках и о ваших семьях. У меня, кроме Лерочки, никого нет. С мужем развелась, когда ей было три годика. Стараюсь обеспечить ее всем, чем могу. Кручусь, как белка в колесе. Наши девочки были лучшими подружками. Сашенька всегда хотела иметь сестричку. Вот Лерочка ей таковой и стала. Мы с мужем всегда старались отправить их вместе отдохнуть. Покупали им подарки. Ну, слава богу, что у нас такая возможность есть. Я это очень ценю. Вы понимаете, я не могу обеспечить Леру всем. Особенно поездками. А рядом с Сашей она чувствует себя более уверенно. Все это благодаря Нине и Артуру. А кто среди девчонок верховодил? Думаю, все-таки моя Сашенька. Она была такой заводилой. Господи, я сказала, была. Глупости, не придирайтесь к собственным словам. У вас хорошее отношение с дочерью? Я, скорее всего, для Сашеньки подруга, чем мама. Всегда выслушаю. Никогда не ругаю. Но бывает, когда она начинает садиться на голову. Такое бывало. Ну, как без этого? Они ведь подростки. Прежде чем приступать к поискам девочек, нам нужно было проверить версию полиции о том, что подруги ушли из дома добровольно. Я отправилась в школу побеседовать с одноклассниками и учителями Саши и Леры. Валентина Андреевна, вы же классный руководитель девочек. Расскажите, пожалуйста, все, что вы знаете о Саше и Валерии мне. Ой, вы знаете, я пыталась до них достучаться, но я не знаю, что у них в голове. Мальчишки, может быть, гульки, шмотки какие-то модные. По учебе они съехали. По всем предметам в этой четверти у них семь баллов. А родители в курсе были их успеваемости? Как они реагировали? Ну, конечно. Я звонила, я говорила. Родители переживали, волновались. Ведь девчонки хорошие, они могли вообще отлично учиться. Но вы знаете, ну вот как сейчас молодежь реагирует на критику? То есть у девочек были конфликты с родителями? Ну, наверное, можно и так сказать. Мне Лера, она мама рассказывала, что вот после очередной такой беседы Лера заявила, что она уйдет из дома. Вот, сказала, что маме неинтересно, чем она живет. Вот, ну, точно так же себя вела и Саша. А со сверстниками? У них были конфликты? Со сверстниками? Нет. А Саша, она вообще неформальный лидер среди девочек. Ну, были какие-то ссоры, но это так, мелочи. А Лера со всеми дружила. А с мальчишками ладили они, может быть, ну, там, первая любовь у них приключилась. Ну, мальчикам они нравились. И... Ну, вы не подумайте, там ничего такого не было. Просто они дружили. Кстати, можете спросить у Вити Петренко. Это их одноклассник. Он с ними уже давно дружит. Он вам расскажет, наверное, немножечко побольше, чем они рассказывают нам, учителям. Разговор с классным руководителем девочек только подтверждал версию полиции. Саша и Лера перестали учиться, возомнили себя взрослыми и решили уйти из дома. Табель принесла? А я думала, ты спросишь, доченька, ты голодная? Ты представляешь, что будет, если отец увидит этот табель? Что будет? Что будет? Он меня убьет? Или запрет в этой комнате? Да лучше я сама уйду, чем буду слушать ваши постоянные упреки. Вроде в этой жизни нет ничего важнее этих топанных оценок. Молись Богу, чтобы отец не увидел ни эти оценки, ни этот табель. Ты наказана! Возможно, после ссоры дома девочки встретились, пожаловались друг другу на родителей и, решив, что на взаимопонимание с предками рассчитывать не приходится, сбежали из дома. Сейчас я посмотрю расписание автобусов. Давай. Начнется, наконец-то, хоть нормальная взрослая жизнь. Они договорились, что убегут с утра. До вечера их никто не должен был хватиться, что обеспечило бы им возможность уехать как можно дальше. Держи. Саша и Вера взяли немного своих сбережений, минимум вещей, и сели на автобус, который увез их во взрослую жизнь. Но объяснение, почему девочки сбежали, не давало ответа на вопрос, куда они исчезли. Родители Саши и Леры обзвонили всех родственников, друзей, вспомнили даже о случайных знакомых, с которыми их дочери вместе отдыхали в летних лагерях. Безрезультатно. Я с Лерой уже три года за одной партой сижу. А какой у нее характер? Да она вообще тихая, просто пыталась от Сашки не отставать. Вот поэтому и строила себя взрослую. А вечеринки она не любила. Приключения всегда искала Саша. А что за приключения? Да, это я так сказал. Слушай, Витя, давай на чистоту. Я не мама, не папа и даже не полиция. Ты понимаешь, что Лера и Саша могут быть уже мертвы, пока ты тут из себя партизана строишь? Короче, был у Саши конфликт с каким-то типом. Что за тип? Ты его знаешь? Нет, взрослый мужик. Когда это было? Точно не помню. Но мне кажется, перед тем, как они пропали. Из-за этого она вчера не сходила в клуб, там было просто офигенно. Вен, по-твоему, мне нужна эта школа? Я буду блистать на экране, у меня ничего, ничего не будет. Отпусти ее! Сядь в машину, поговори. Я сказала, отпусти ее! Когда бабло, когда бабло, когда? Я тебя предупредил. Все, до следующей недели все вернули. Ясно? А чего ж ты за своих подружек не вступился? Так, че я буду лезть не в свое дело? А, я даже, вот, видео записал. Ну, на всякий случай. Вот, думал, Сашке пригодится, если тот тип будет опять не цепляться. Но Саша сказала, что сама разберется. Но я видео, на всякий случай, оставил. Там даже марку машины видно. А он один раз приезжал? Нет, еще один раз был. Спрашивал, где можно Сашку найти. А их с Лерой в тот день в школе не было. Ну, где-то затусили, наверное. А Саша с Лерой часто затусили и прогуливали в школу? Да нет, как все. Хотя в последнее время, может, и чаще. Да, сейчас, сейчас, одну минуту записываю. Именно переулок? Да, уже спасибо тебе большое. Ну, давай уже встретимся как-нибудь за кофе. Или не за кофе. Хорошо, звони. Есть. Кто? Машина, которую видел одноклассник Саша, принадлежит Денису Кухаренко. Дважды судим за хранение и сбыт наркотиков. Около года назад освободился. Думаешь, взялся за старое? Ну, вполне вероятно. Я хочу встретиться с этим Кухаренко и поговорить с ним по душам. Кто там? Здравствуйте, я к Денису. Тут такой не живет. Денис Кухаренко здесь прописан. На вас соседи в ЖЭК жалуются. Вы что по вечерам вытворяете, а? Да, придется на вас в полицию заявить. Вот и заявите. Я снимаю у Дениса квартиру, а к нему тут постоянно приходят какие-то типы. Ломятся в квартиру, то есть надебоширят. Я уже не рад, что я сюда поселился. Пусть даже и дешево. Молодой человек, я, конечно, сочувствую вам. А хозяина квартиры мне где найти? Ну, чтобы он своих дружков утихомирил. Зачем вам такие проблемы? М? Я снимаю квартиру у Дениса. А он живет где-то со своей девушкой, где я не знаю. Раз в месяц приходит, деньги за квартиру забирает и все. И что? Он вас не предупреждал, что к нему будут люди приходить? М? Ну? Ну, в принципе, предупреждал. Я в таких случаях должен сказать, что Денис будет ждать их под фонарем. Под каким фонарем? Я не знаю. Я им говорю, они уходят. Ну, некоторые особо буйные, то им Дениса подавай. Ну что ж. Спасибо. Всего доброго. Подождите, вы Денису не говорите, что мы с вами общались. Хорошо. Спасибо. Исследуйте функцию и постройте ее график. Пишем. Да. Валентина Андреевна, здравствуйте. Здравствуйте. А можно Витю Петренко на минутку? Иди. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Пишем. Игрик. Давай, проходи, не бойся, мы кусаемся. Здрасте. Привет. А что вам снова от меня надо? Я все, что знал, все рассказал. А мне кажется, не все. Я больше ничего не знаю, честное слово. Честность, Вить, это похвально. А ты честно не знал, чем занимается мужчина, который приезжал к вам в школу на машине и приставал к Саше? Нет, не знал. А я думаю, ты знаешь, что это наркодилер, потому что вы у него отоваривались. И мне кажется, ты боишься его. Он девчонкам угрожал. А теперь наверняка угрожает тебе. Вот поэтому ты и выслал нам видео, чтобы или мы, или полиция вышли на него. Что за бред вы несете? Какие наркотики? Какие наркодилеры? Сделать тест на то, употреблял ты наркотики или нет, не проблема. Твои родители знают, что ты балуешься, дури. Что вы меня предками пугаете? У вас доказательств нету. Будут. А ты знаешь, что достаточно всего лишь несколько твоих волос, чтобы удостовериться, что ты принимал в течение последних полгода. Даже если ты выкурил маленький косячок, бесследно это не проходит. Достали вы уже меня. Да, я догадывался, с кем у Саши разборки. Да, мы вправду пробовали наркотики. Но я завязал уже все. Вам привозил наркотики тот мужчина, который приезжал на машине к школе? Нет, Саша привозил. А расплачивались вы с кем? Я Саше деньги давал. Кстати, я ей еще должен. И когда второй раз тот мужик приезжал, я думал, он с меня бабки будет выбивать. Так, а Саша кто еще должен? Да все. На карманные деньги особо не разгуляешься. Понятно, почему ты нам сдал его. Тебе знакома фраза? Заберешь товар под фонарем. Нет, не слышал. Хотя у нас в парке место такое есть. Ну, так и называется. Встреча под фонарем. Кстати, Лера с Сашей часто в парк ходили. Угу. Видите, ты покажешь нам этот фонарь? Да, покажу. Мы предположили, что Саша и Лера познакомились с наркоторговцем Денисом в одном из клубов. О, какие красивые девчонки. Привет, малышки. Как настроение. Как настроение. Слушай, может, что-нибудь интересное попробуем. Саша, которая любила новые впечатления, могла из любопытства попробовать наркотики. Саша, которая любила новые впечатления. Чтобы заработать на новые дозы, нужно было самой выступить дилером, продавая наркотики своим знакомым. Но, видно, дела шли не совсем хорошо. Одноклассники не расплачивали Саши вовремя. Денюжку завтра. Она должна была Денису, и он начал ее пугать и требовать вернуть долг, который все увеличивался. Когда Саша не смогла его вернуть, Денис с напарником похитили ее и Леру, которая всегда была рядом с подругой. Но с какой целью? Возможно, Денис хотел заставить их отработать долг, например, принуждая к проституции. Или же решил запугать и перестарался. Ведь никому не было известно, живы девушки до сих пор или нет. Это наши клиенты. Где? Да, вон два, ржут. Смотри, явно под кайфом. Я у них доверия не вызову. Придется тебе с ними поговорить. Расспроси у них, где здесь точка, там, где они наркоту покупают. Понял? Ну, а если они мне не скажут? Да не бойся. Ты, главное, веди себя спокойно. Понял? Не переживай. Главное, помни. Нам нужно узнать, где Лера и Саша. Давай. Здорово, братаны. Скажите, а где здесь точка, а то кайфануть охота. Ты что, коп? Таня, ну что, коп? Да какой я коп? Мне просто раньше подруга поставляла, а сейчас она откатила. А я ищу каналы, знаете. Походу, не коп. Да не коп я, не коп. Да ты не под тем фонарем мишишь, дружаня. Так вот же фонарь. Дорогу перейди, вон. Там цветочный магазин. Ага. Там и фонарь есть. Дениса спросишь. Спасибо, братаны. Оказывается, все просто. Вот там цветочный магазин и фонарь, про который все говорят. Молодец, ты боялся. Красавец. Добрый день. Здрасте. Выбирайте. Шикарный выбор. Розовод сегодня завезли. Неделю-две простоят. А, моя дама предпочитает другие цветочки. Сказали, могу найти под фонарем. О, смотрите. Вот. Хороший цветок. Слушай, мне травка нужна. Не понял. Трава? Мне квартирант сказал, что теперь нужно брать товар под фонарем. А ты как фасуешь? Пол пока косарь. Отлично. Слышишь, еще скажи мне. Ты вот этих девушек знаешь? Что это за телки? Я впервые вижу их. А видео? Ничего не напоминает тебе? Слышишь. Слышишь. Ты кто? Минут. Я журналист Если ты сейчас не ответишь на все мои вопросы Через пять минут здесь будет полиция И судя по этому видео Тебя можно привлечь за похищение двух девушек-подростков Так что расскажи мне о своем общении с Сашей Аруня Слышь, журналист Ты что, мне дело шьешь? Прославить меня хочешь? Слышишь, ты что, полиции не боишься? Ты по каким статьям предпочитаешь пойти? По двум сразу же? Так веселее? Да все, все Я так и знал, что из-за этих малолеток у меня проблемы будут Да им реально на вид лет двадцать А сами несовершеннолетние Короче Познакомился с этой Сашей в клубе Она сначала для себя товар покупала А потом уже под реализацию начала брать Ну короче, когда она мне бабло задолжала Я ее и выследил Ну, тут оказалось, что она еще в школу ходит Шестяк вообще Дальше Да что дальше? Что дальше? Не нужны мне проблемы с этими малолетками Я вообще хотел заставить ее дозы вернуть, которые у нее остались Ну вот и затягивал в машину А она уперлась и все Я хочу толкать товар, заработать миллионы В башке один ветер свистит Так Саша вернул от тебя дозы? Да какие дозы? Она тупо пропала и все Я в школу подъезжал, ее нету нигде Вот я и забил на нее Ой, короче, с этими малолетними мажорами их школы Лучше вообще дела никакого не иметь Я же еще раз говорю Мне неприятности не нужны Саша тебе говорила, сколько она толкала товара, кому, когда? Да говорила, что толкает этому парню своему новому Даже имя его назвала Этот Руслан, по-моему, его зовут Дела там нормально пошли И бабло она вовремя отдавала Что за Руслан? Чем занимается? Где живет? Да я, честно говоря, особо с ним мы об этом не говорили Так, я всего раз его видел и все Последнюю пятницу прошлого месяца ты где был? Конец прошлого месяца? Так я это, с малой со своей в Одессу ездил Нормально так потусили, отель в центре города, все чики-поки Ладно, думаю, мы с тобой еще встретимся Хотя Денис и пытался спешно покинуть страну Знакомые Натальей с полицией сработали очень профессионально Наркодилера успели арестовать И теперь за распространение наркотиков Ему грозила уголовная ответственность Но как выяснилось, к исчезновению Леры и Саши Денис не имел никакого отношения Администрация гостиницы в Одессе подтвердила, что Денис Кухаренко Останавливался у них как раз в то время, когда пропали девочки Что вы себе позволяете? Наши девочки-наркоманки Это полная ерунда, бред Мы бы заметили сразу Они всегда были такие, как и есть Я понимаю, что в это трудно поверить Но об этом свидетельствует множество фактов Да нет, я тоже не верю, чтобы Лера могла этим заниматься Вы знаете, с кем встречалась Лера и Саша? Знаете их молодых людей? Да ни с кем они не встречались Лера влюбилась Но вскоре этого мальчика забрали в армию И, честно говоря, я надеялась, что расстояние поможет заботе его Я очень переживала, чтобы Лера хорошо окончила школу и поступила Сашенька тоже ни с кем не встречалась Правда, она девочка красивая, ухажеры были Но она всегда говорила, что мальчики, которые ее окружают, полные идиоты А вы знаете, что ваша дочь встречалась с мужчиной, который старше нее? Что? С мужчиной? Да что вы себе позволяете? Мы не так воспитали наших девочек Катя, меня не устраивает их работа Ты идешь? Пойдем Или ты хочешь слушать, как наши девочек обливают грязью? Оставайся Ужас один какой! Что они себе позволяют? С мужчиной? Это же вообще! Уму непостижимо! Господи боже мой, а что же теперь делать? Успокойтесь, пожалуйста И расскажите все, что вы знаете о Лераном парне Да ничего особенного я не знаю Я видела-то его всего один раз Ну и симпатичный Никитой зовут Он сейчас в учебке под Житомиром Понятно, что родители были категорически против отношений дочерей со взрослыми парнями Девочкам нужно было думать про учебу, экзамены и поступление в институт Возможно, непонимание со стороны родителей к первым влюбленностям своих дочерей вызвало конфликты Мы допускали, что после знакомства с Русланом Саша вкусила все прелести сладкой жизни Каждый вечер новый ухажер водил ее по ресторанам и ночным клубам Возил на дорогой машине и делал подарки Учеба была заброшена Выручали только домашние задания, которые для подруги делала Лера Вот только родители были недовольны поздним возвращением дочери домой Явилась? Ты знаешь, который час? Мама Что, мама? Час ночи! Завтра в школу! Я не пойму, что с тобой? Ты что, напилась? Мама, хватит! Просто... И она стала размышлять о том, чтобы уйти из родительского дома к своему парню Она так красочно расписывала своей подруге радости взрослой жизни Что Лера поддалась на уговоры Саши и поехала к своему любимому Никите Который проходил службу в армии А Саша к своему кавалеру Девочки понимали, что родители запретят им принимать такое решение Поэтому ушли из дома, не сказав ни слова Никита Обманывая меня сейчас, ты навлекаешь на себя беду Лера несовершеннолетняя И отношения с ней уголовно наказуемые Ее месяц назад объявили в розыск Агенты справедливости Лера У нас пропали девочки, наши дочери А у Леры с мамой были конфликты? Ты представляешь, что будет? Что будет? Он меня убьет? Ну, мальчикам они нравились Взрослый мужик Мужик! Твои родители знают, что ты балуешься дубикой? Достали бы уже меня Рова Наши девочки-наркоманки Я говорю вам правду, я тоже переживаю Я был уверен, что она меня бросила Она мне раньше не только смс-ки слала Но и пару раз в неделю присылала настоящие письма А потом все прекратилось А когда она тебе последний раз написала? Сегодня будет месяц и пять дней Я думал, она меня разлюбила Она дома, а я здесь За сотни километров Пацаны так и сказали Нашла другого А ты не заметил в письмах что-нибудь Такое необычное? Может быть, настроение поменялось у нее? Или она напугана была? В депрессии? Вроде нет, все было нормально Она мне писала, как учится в школе Куда она ходит с Сашей Что же мне теперь делать? Никит, я тебе могу сказать только одно Мы ее ищем Ты нам в этом можешь помочь Расскажи, пожалуйста Вспомни, что было точно написано в письмах Ничего, она жаловалась, что не успевает заниматься в школе И боялась, что в конце четверти Ей достанется от мамы за плохие оценки Это ее Саша с новым байфрендом Постоянно таскала по ночным клубам Лера это не любила Отказываться ей было неудобно Скажи, а что Лера писала о новом парне Саше? Да ничего такого Он ей не нравился Она считала его грубым, пошлым, самовлюбленным Говорила, что для него главное бабло И сколько у кого в кармане А Лера не писала, где Саша с ним познакомилась? Ну, может быть, куда ходит гулять? Как его зовут? Сколько лет? Нам важна любая информация Ничего такого она не писала Да, он гораздо старше их И зовут его Руслан А фамилия? Я не знаю Она больше писала о том, что переживает за Сашу Что она связалась с такими придурками Хорошо, Никит Я тебе даю свою визитную карточку Здесь телефон и электронный адрес Так что, если вдруг что-то вспомнишь Или Лера появится неожиданно Ты мне звони в любое время Договорились? Все, пока Слушай, ну неужели этот тупик И никто ничего не знает о мужчине, с которым якобы встречалась Саша? Да никакой это не тупик Я уже почти нашел Смотри Я зашел на страницу к Саше Среди ее друзей есть Несколько Русланов Но все они, по-моему, одногодки Но Есть один Руслан, профиль которого скрыт И судя по его друзьям Он гораздо старше девчонок Я создал фейковую страничку Теперь меня зовут Женя Михайленко Мне 16 лет И что? А то, что я напишу им всем сообщение Разнакомлюсь Потом, может, встречусь Ну, посмотри Разве я не симпатичная девчонка? Думаешь, это сработает? Ну, а почему бы и нет? А может, кто-то из них и клюнет? Возможно Друг Саши по соцсетям Профиль которого был скрыт Ответил на мое письмо Написанное от имени девочки подростка Он назвался хитхантером В модельном агентстве стилистом Который ищет новые лица Нет, у меня, конечно, много было разных случаев Но чтобы вместо будущей модели Ко мне пришел известный журналист То это нет Вы бы сразу мне приставились Я бы вам все-таки рассказал Знаете, даже не верится Что Саша и ее подружка пропали Я как раз с вами хотел поговорить По этому поводу Скажите, а в каком клубе вы познакомились с Сашей? В Восточном... В ночном оазисе, точнее Он как раз тогда открылся И они все-все хотели туда попасть И что же Саша? Ну, знаете, она мне очень понравилась У нее такая слегка восточная внешность Я предложил ей сделать портфолио И она согласилась Рассказала мне, что мечтает сделать карьеру на телевидении Хочет работать в кадре Да, вот Вот Саша Арунян Вот она заходила к нам два месяца назад Вот смотрите, на 14.30 А вы ничего странного в поведении Саши не заметили? Да нет, все было отлично Фотографу Саше очень понравилось Такая фотогеничная, пластичная, артистичная Знаете, они даже работали до позднего вечера Когда приехал ее парень забирать Он даже начал нервничать и звонить каждые пять минут А что за парень? Вы его видели? Нет, он был на улице, сидел в машине Я только руку с сигаретой видел Знаете, у него еще такая мега крутая машина Гоночная Я в окно выглянул вместе с Сашей и увидел А имя вы его знаете? Да Такое же, как и у меня Руслан Знаете, Саша еще пошутила по этому поводу Я хоть и не Людмила, а у меня два Руслана Смешно А Саша его фамилию называла? Да нет, с какой-то стати Но вы знаете, у нас во дворе нашего бизнес-центра есть видеокамеры Все въезжающие машины фиксируются Опознаете машину, найдете Руслана Я скажу охране, чтобы предоставила вам всю информацию Да, спасибо вам Не за что До свидания Вычислить, кому принадлежала машина, было несложно Руслан Копылец был довольно известным Бизнес-кругах человеком Его семья владела сетью торговых центров и ночных клубов Впрочем, основную часть времени, как мы выяснили Руслан тратил на вечеринки и игру в покер Так, я поняла Вы отслеживаете десять подпольных покерных клубов Ну, думаете, ни в одном из них сейчас не играет на крупные суммы? Понятно Понятно Спасибо Здравствуйте Добрый вечер Здравствуйте Ольга Знакомьтесь Ольга Наталья Мы с Ольгой учились вместе в институте А я думала, ты Ольгу пригласила на свидание к нам в офисе Рассчитывала, что меня не будет Очень смешно Ольга любезно согласилась нам помочь в расследовании У меня созрел один план А какой план? Почему ты мне ничего не сказал? Ну, я не хотел ничего говорить, пока не заручился поддержкой Ольги Ольга в силу своей деятельности вхожа, так сказать, в общество нашей богемы Она член нескольких клубов, закрытых для бизнесменов и публичных лиц Ольга, а чем вы занимаетесь? У вас бизнес? Ты что, не узнала? Ольга же ведущая национального шоу Таланта Простите, я просто телевизор не смотрю Ну, на самом деле, ничего страшного Наоборот, даже приятно, что хоть кто-то меня не узнает Ну, кстати, ваше лицо мне показалось знакомым Ну, давайте, рассказывайте, что вы придумали Значит, мы должны сегодня пойти в один закрытый клуб Где, по сведениям, Ольги играют в покер Я, по легенде, папенькин сынок, типичный клиент А Ольга моя новая пассия Ребят, ну, выглядите вы реалистично Я, наверное, чего-то не знаю Да Это точно, если бы ты знала, что мы с Ольгой прошли в институте О, да Ну, ладно, о клубе Значит, когда попаду в клуб, хочу разыскать Руслана, бойфренда Саши Ну, и поговорить с ним по-мужски Женечка мне рассказала эту жучайшую историю И я даже могу себе представить, насколько родители волнуются Я очень хочу вам помочь Знаете, если мы никого не найдем в этом клубе, то заедем Жене в еще один Ну, служим Удачи Ах, здесь и громко, да? Что будешь пить? Шампанское Хорошо Шампанское, пожалуйста, бокал Да, конечно Красиво Можно дать я на минутку, друг? Пойду поговорю Слушай, я девушку ищу, видел ее как-то, но не успел познакомиться Может, ты ее знаешь? Не, она не бывала у нас раньше Точно? А так? Хотя, она с Русиком тусит Девушка его, походу Получается, не свободна она? Ну, может, и свободна, но я в последнее время их вместе не видел Он с францужинкой тусит сейчас С кем? С францужинкой А, отлично Тогда, значит, свободна А когда в последний раз ты ее увидел? Ты что, издеваешься? Я что, даты записывать? Кто, с кем сюда приходит? А так? Знаешь, я вспомнил Последний раз она здесь была с Русланом, когда он проигрался крупно Ему не везло в тот день, карты не шли А у вас здесь карты играют? Круто! А можешь меня с Русланом познакомить? Где он? Да, вон он сидит Отлично, спасибо Привет! Могу присесть? Здорово, присаживайся Ты откуда? Не важно, говорят, у вас тут по-крупному играют Ну, допустим Ну, так, может, раскинем партейку? Давай Сейчас девушку предупрежу Пойду поиграю Ты красивая Твоя девушка? Да Ничего себе А да, спасибо Ну, идем? Куда? В подвал Идем Ты что, сдурел? А-а-а Давай, рассказывай Где Саша Арунян и Лера Кулин? Я охрану позову Попробуй, сюда едет полиция И твою причастность к исчезновению двух несовершеннолетних девочек Они докажут в два счета А-а-а Я не знаю Я... Что я? Я? Ты за Икой хочешь остаться на всю жизнь? А-а-а Я их проиграл Ну, что ты У меня же вот это все Да не страшно, Руся Давай на девчонок твоих сыграем Давай Погнали Фулл хаус Я победил Ну, что ж Девочки, идемте Тихо, тихо Погоди Ты, наверное, что-то неправильно понял Ты же проиграл? Удачи Девчонок, я беру Погнали Идем Руслан Ребят, да вы что? Что это значит? Да мы же пошутили Ты что, поставил на кон двух девочек? Я думал, это шутка Я не думал, что он будет на живых людей играть А когда его охранник меня прижал, я понял, что все серьезно И я их оставил и уехал домой Я не знаю, где они сейчас Кому ты их проиграл? Как его звать? Где его можно найти? Вадим Богданов Его тут все знали Но только теперь с него взятки гладкие Нет его больше Вадим Богданов Это тот, который разбился пять дней назад на автомобиле? Да Он забрал девочек После этого Саша мне не звонил Она, наверное, обиделась Наташа Я знаю, где девочки Пробей по базе всю недвижимость Вадима Богданова Да, да, того самого Это он их удерживал А тебе, мразь Это так с окна сойдет Сюда Тихо, стой Тишина Они внизу Давай, свети Посвети, посвети сюда Она жива, скорую, быстро Скорую, срочно Ключи от наручника, быстрее Саша, терпи Давай Все, закончились Все, тихо Укрывай ее Держись, держись Держитесь, девчонки Проигрывать детей в карты Держать их прикованными в подвале Для своих утех Да на это вообще способны только нелюди, твари Еще немножко мы их не спасли бы Пять дней без воды, без еды На таком холоде Мы вообще не знаем, что Богданов делал с ними Только этот псих-мажор знал, где они находятся Они реально могли умереть Надо их родителям звонить Я позвоню Девчонки, шевелимся, давай ножками Руслан! Топ-топ-топ Все, все, все Руслан там остался Ко мне едем дальше Веселиться едем Погнали, все После того, как Вадим Богданов выиграл у Руслана Копыльца девушек в покер Он поехал развлекаться дальше При этом свой трофей он захватил с собой Вадим с силой усадил Сашу и Леру в машину и повез к себе на дачу Что пережили Саша и Лера за месяц, проведенный в плену, страшно было представить Мерзавец каждый день насиловал и в извращенной форме издевался над беззащитными жертвами Они были еле живы от истощения и пыток А последние пять дней после гибели Вадима девочки провели в холодном подвале Прикованной к батарее без еды и воды в кромешной темноте Спасибо, держите меня в курсе Давай, пока Ну что? Ну что, следствие завершено Руслана Копыльца ждет суд Ему грозит до восьми лет лишения свободы за соучастие в похищении и торговлю людьми А ты с девчонками давно разговаривал? Вчера Они как раз первый день в школу пошли Начали психолога посещать Ну, обещают взяться за учебу Да, кстати, Лера решила поступать на юридический И будет ждать Никиту из армии Вадиму Богданову жизнь не сама вынесла приговор Все-таки справедливость существует Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!